Муравейник, так называется, площадка в центре Хоста, это место притяжения десятков детей со всех близлежащих улиц. Каждый день в программе работы Муравейника – игры, веселые старты, футбольные матчи. Мы очень довольны, детки очень довольны. Занятия у нас происходят ежедневно. С разными нас Хостинская администрация снабдила материалом тематическим. На сцене, она еще осталась с советского времени, по праздникам выступают местные творческие коллективы. Все еще работает старая кинобудка, поэтому совместные просмотры фильмов здесь тоже традиция. Благоустройством площадки занимается местный ТОС. Убирают мусор, подкрашивают лавочки, одним словом, поддерживают территорию в порядке. Конечно, много вопросов. Общаемся с населением, решая проблемы и по благоустройству, и по проблемам ЖКХ. Работаем с домовыми комитетами. Это входит в круг наших действий. Взаимодействуем с администрацией района и с администрацией города. А это улица 50 лет СССР, центральная в Хосте. В ее благоустройстве местные ТОСовцы тоже принимали самое активное участие. Администрация выделила деньги. Члены ТОСа помогли с укладкой материала. Вообще, ТОС-Хост один из старейших в Сочи. Опыт в работе на благо города накопился большой. Им активисты делились на специальном семинаре. Сюда пригласили представителей территориального самоуправления со всего города. Сегодня это уже более 60 советов. Я считаю, что ТОС – это большая сила. Она еще не использована на полную мощность. Но, по крайней мере, в ТОСе Хоста многое сделали для того, чтобы этот совет активно участвовал в местном самоуправлении, помогал жителям действительно чувствовать себя хозяинами на этой земле. В таком формате активисты ТОСов провели встречу впервые. Приняли решение собираться надо чаще. Вообще, ТОСы в благоустройстве города сегодня играют не последнюю роль. Лучшие традиционно получают благодарность от администрации в виде грантов. За эти средства ТОСы устанавливают лавочки, урны, обновляют детские площадки. Выполняют такую важную для каждого района и двора работу. На радость себе и людям.